Театры подарили праздник юным жителям Астаны. В столице прошел фестиваль кукольных театров «Куралай». Актеры, умелоуправляющие куклами, рассказали детям добрые и смешные истории. Каждая из них доносит до юного зрителя ценность лучших человеческих качеств, любви и дружбы ко всем, кто тебя окружает. Дети, конечно, с удовольствием воспринимают все спектакли. И что интересно, все спектакли идут на английском, на французском, на немецком, на тунисском языке. Но тем не менее, все спектакли все понимают прекрасно. Вот что такое театр кукол. Для театра кукол не обязательно знать языки маленьким детишкам. Им самое главное, чтобы было понятно, что делает кукла, что она хочет, что бы она хотела сказать. И дети это прекрасно понимают. Они смеются, когда смешно. Они грустят, когда грустно. На второй столичный фестиваль кукол съехались гости из Италии, Турции, Эстонии, Польши, Бельгии и других стран. Юным зрителям были представлены постановки о собачке-жучке, цирке на веревках, приключениях черного цыпленка. Кроме того, для кукловодов были проведены специальные мастер-классы. Если вы хотите приучить ребенка к театру, ну вот способ с детства, ну самое интересное, наверное, для ребенка, как раз и самое доступное в понимании, это кукла. Это вызывает такой восторг и интерес. А интерес потом перерастает, можно что-то и посложнее показать, можно и в драматический, и в музыкальный театр сводить. То есть это некий такой начальный экскурс в искусство. Более 400 детей провели свои каникулы в оздоровительном центре Балдаурен. Поводом для сбора стал первый международный фестиваль юных талантов «Бурабай Саммерфест». Фестиваль, приуроченный к 20-летию столицы, стал настоящим подарком для творческой молодежи. Кроме казахстанцев, лагерь посетили юные дарования из России, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Белоруссии, Малайзии, Таиланда и Турции. Танцоры, музыканты и чтецы в возрасте от 10 до 16 лет проходили мастер-классы у именитых певцов и хореографов. Они также имели возможность познакомиться с красивой природой Боровской курортной зоны. Согласно правилам этого фестиваля, отборочные туры проходили во всех регионах. Был смотр детей и в сельских районах. Дальше был областной отборочный тур. И самые лучшие получили путевки на республиканский фестиваль. В завершении фестиваля участники выступили с галопредставлением. Они исполняли классические произведения, танцевали народные танцы, посвятили оды Астане. Жюри фестиваля также наградило самых лучших участников в восьми номинациях. Самый главный приз получил 11-летний Ансар Жосып. Ему была вручена путевка в киностудию Universal Studios Hollywood. Я очень рад своей награде на фестивале Burabai Summerfest. Сердечно поздравляю Астану с днем рождения. Желаю, чтобы она и дальше росла и процветала. Хочу, чтобы она развивалась и была лучшей. Еще один фестиваль детских талантов «Шатык» был организован в честь 20-летия. За 10 лет его существования в нем приняли участие более 4 тысяч детей из 25 стран. Юные таланты подарили именинницы самые лучшие произведения. На протяжении пяти дней горожане могли увидеть их номера в вокальном, хореографическом, инструментальном жанрах. В нашей столице сейчас растут юные граждане, которые в будущем будут развивать нашу страну. Здесь очень много возможностей для их творческого роста. Желаю, чтобы в этом городе выросла молодежь, которая прославит ее на весь мир. Мы, Баладар, облысы Байанаулауданы майкайын кетінен келіп отырмыз. Астана-ға тілейтініміз бақыт пен шаттықтың мекені бола берсін. 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 Астана-ға тілейтініміз бақыт пен шаттың мекені бола берсін.